По решению суда индустриального района за решетку отправлены трое жителей Хабаровска, причастные к похищению человека и вымогательству. Фигурантами уголовного дела молодые люди оказались впервые. Свою криминальную карьеру мужчины решили начать с покровительства над торговцами наркотиками за отдельную плату. В состав преступной группы вошли как минимум 10 человек. Через знакомых они вышли на будущего потерпевшего, промышленного альпиниста, который, по мнению злоумышленников, занимался распространением конопли. К мужчине заявились ранним вечером. Ожидавший прихода с работы супруги, горожанин открыл своим похитителям дверь, даже ничего не спросив. Хозяина квартиры избили и выволокли на улицу. Вывели насильно потерпевшего из подъезда, посадили в автомобиль и возили по городу Хабаровску в течение продолжительного периода времени. Уже в автомобиле злоумышленники выдвинули требование – отдать им 150 тысяч рублей в этот же день или 300 на следующий. Слова похитителей мужчина по телефону передал своей жене, но у супруги таких денег не оказалось. Ночью пленника привезли в общежитие на улице Тихоокеанской и, продолжая избивать, держали до утра. Под утро, когда подсудимые сами уснули, потерпевший нашел ключ от комнаты и ему удалось бежать. Личности троих фигурантов были установлены в течение месяца. Их подельники до сих пор не понесли наказание. Большинство и сейчас находятся в розыске. Причастность потерпевшего к обороту наркотиков была опровергнута на этапе следствия. Мужчина ведет добропорядочный образ жизни, воспитывает малолетнего ребенка. Троих пойманных похитителей суд приговорил к 10 годам лишения свободы каждому. Отбывать срок мужчины будут в колонии строгого режима. С места происшествия Кирилл Новиков, Анастасия Кузьмина и Александр Шумихин.